Судзащита возместит управляющим компаниям суммы, которые полагаются льготникам на оплату коммунальных услуг. Привилегии у ветеранов Вооруженных сил Украины будут такие же, как и у российских. Размер 500 рублей. Данные в платежных документах не должны завышаться. Управлению ЖКХ следует работать не на мифические отчеты, а на реальный результат, поручил губернатор. Показателем этой работы является наличие или отсутствие жалоб граждан. Возьмите один раз квитанцию, пока мы не перешли на единый платежный документ, и доведите до людей, какие услуги, в какой срок или в какой период должны оказываться. Проверьте, какие квитанции предоставляют соответствующие обслуживающие организации. Если мы двуставочный тариф отменили, и только одноставочный тариф, и люди должны платить за отопление только в отопительный сезон, значит, надо проверить, если сверху решение приняли, как исполняется. С 31 марта в Севастополе заработает электронная очередь в детские сады. Такие планы озвучили в Управлении образования. Сейчас в стадии ожидания более 9 тысяч человек. Для тех родителей, дети которых все же устроены в один из 79 садиков, средняя оплата на 2015 год. За ребенка до 3 лет – 1105 рублей, с 4 лет – 1495 рублей. Порядок компенсации или получения натуральных льгот семьям, которые имеют одного ребенка в детский сад, два. Информационные доски должны быть в каждом учреждении. Понятно, да? Чтобы людям было понятно. Проверю вопросы комплектования, ваше управление в том числе, и сделаю соответствующие выводы. У вас там есть категория людей или люди, которые ведут себя неправильно. Установлены льготные категории, которые бесплатно будут. Это дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети с туберкулезной интоксикацией. Далее, для одного ребенка, который находится в семье, скидка предусмотрена на 30%, двух детей – 50%, трех – 70%. До 1 сентября детский сад и школа в Бухте Казачьей должны быть сданы в эксплуатацию. На день сегодняшний сад готов на 90%, школа по информации управления образования на 55%. Съездите туда, посмотрите, разберитесь. Если 1 сентября школу не откроем, то понятно, да? Для снижения цен на продукты питания в правительстве планируют создать благоприятные условия для ведения бизнеса и обеспечить поддержку малому и среднему предпринимательству. Организовать регулярное, прямое и, главное, доступное паромное сообщение между Севастополем и материковой частью России. На сегодня из-за проблем с логистикой в город приходит только 35% от необходимых товаров, и то по завышенной стоимости. Кроме того, в планах – организация прямых продовольственных поставок из Крыма, создание городского овощехранилища и развитие собственного агропромышленного комплекса. Предлагаем управлению топливно-энергетического комплекса правительства Севастополя разработать конкретные предложения с использованием возможностей созданного государственного унитарного предприятия городской АЗК, предложения по поставкам по минимально возможным ценам или возможности дисконтной системы оплаты для производителей сельхозпродукции, которые позволят, соответственно, увеличить объем производства сельхозпродукции, плодово-ягодной и овощной продукции, что в свою очередь, опять же, отразится на сдерживании роста цен. То, что можно сделать уже здесь и сейчас для сдерживания роста цен, объяснил губернатор, поставив задачу определить и озвучить сетевикам перечень социальных товаров. «Чтобы цены на них не повышали, цены на них не повышали, хотя бы определенный период, ближайшие 2-3 месяца, каким-то образом, подчеркиваю, то ли распоряжением, то ли соглашением, то ли еще чем-то, ее утвердить. И вот тогда есть возможность, как мы говорим, не только мониторить что-то, но еще и контролировать». «Было проведено 23 внеплановых выездных проверки объектов торговли. Из них 13 объектов упрощенной формы. Это 6 ярмарок и 7 розничных рынков. По выявленным нарушениям привлечены к административной ответственности 14 юридических и должностных лиц на сумму 113 тысяч рублей. Было проведено 31 внеплановые проверки объектов торговли на предмет соблюдения требований законодательства в сфере защиты прав потребителей. По выявленным нарушениям были приняли меры к 24 ответственным юридическим и должностным лицам на сумму 129 тысяч рублей». С 18 февраля, после установления правительством предельных наценок на жизненно важные препараты, стоимость медикаментов снизилась в целом на 4%. За неделю проверили 12 аптек, половина из которых все же замечена в нарушениях. В Управлении здравоохранения напоминают, что практически у каждого препарата есть аналог, который дешевле порой в десятки раз.